В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. 2 декабря Одесская юридическая академия отпраздновала свое 23-летие. Для студентов и преподавателей университета это волнительная и важная дата в календаре. Здесь молодые специалисты начинают свою научную карьеру, становятся профессионалами своего дела, настоящей гордости Украины. Эпидситуация в стране и в регионе наложила свой отпечаток на праздничную программу. Однако без поздравлений вуз-лидер в сфере высшего образования не остался. Академию поздравили представители Министерства образования Украины, отметив профессионализм коллектива университета. Возрождение Одесской правовой школы, завоевание лидирующих позиций во многих международных рейтингах. И это только начало. О торжественной части события смотрите репортаж моих коллег. Музыка. 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 Национальный университет Одесская юридическая академия празднует 23 день рождения. Каждый год день 2 декабря сопровождался красочными масштабными мероприятиями. Однако вызовы времени диктуют свои условия, под которые подстраивается весь мир. Одесская юридическая академия – не исключение. Из-за пандемии коронавируса ограничительные меры коснулись практически всех сфер жизни университета. Впрочем, президент учебного заведения Сергей Кивалов призывает не падать духом. Традиционное празднование дня рождения университета обязательно состоится, но уже после окончания пандемии. Одесская юрокадемия, подчеркивает основатель вуза, сильная духом – большая дружная семья, которая переживала вместе и не такие ситуации. У нас не было ни помещений, только была одна семья – коллектив. И коллектив очень такой слаженный был, сильный. И мы в то время перешли вот в соседнее здание, сгоревшее ПТУ, которое было заброшено. Мы сказали, мы все сами отстроим. И мы зашли до обеда, как сейчас я помню, как и вы помните, до обеда мы непосредственно занимались, а после обеда строили. Им построили сегодня, слава Богу, хорошее высшее учебное заведение. Я благодарен и президенту, экс-президенту Леониду Кучме, я благодарен Валерию Пустовотенку, почетным докторам Гонорию Скаус нашего университета, которые все сделали для того, чтобы наш вуз состоялся. Президент Академии вместе со своими единомышленниками, которые стояли у истоков создания университета, вспоминает, каким был декабрьский день 23 года назад. Я помню, мы разрабатывали вместе, вот тут смотрю, коллеги сидят, разработали устав. И обратились уже в 97-м году в правительство, обратились к президенту страны, чтобы создать самостоятельно высшее учебное заведение. И решением правительства 2 декабря 97-го года мы создали Одесскую государственную юридическую академию. Невзирая ни на какие условия, это праздник, потому что 23 года назад было создано замечательное учебное заведение. Это знаковое событие, заведение, в котором мы работаем 23 года. Оно было создано, конечно же, благодаря усилиям президента нашего университета Кивалова Сергея Васильевича. И я хочу сказать, что, конечно же, я как сейчас помню этот холодный зимний день, эту холодную аудиторию, но тем не менее у каждого было ощущение радости, что начинается что-то новое, какой-то новый этап в жизни каждого. Несмотря на карантинные ограничения, Одесская юридическая академия в день своего рождения принимала поздравления от почетных гостей представительной делегации Министерства образования и науки Украины, которую возглавил заместитель министра Игорь Горборук. Поздравить в ВУЗ также прибыли начальник управления административно-хозяйственного и организационного обеспечения Минобразования Украины Инна Ярко и помощник министра образования и науки Украины Евгений Глушко. Я хочу поблагодарить руководителя сегодняшней делегации Министерства образования и науки Игоря Николаевича Горборука вместе со своими коллегами, которые нашли возможность заехать к нам. Это историческое событие. Примите самые искренние слова благодарности, что вы сегодня вместе с нами, с Национальным университетом юридической академии. Вы знаете, друзья, я думаю, что мы и в дальнейшем будем сотрудничать, работать и с министерством. Для нас это честь события, то, что и сегодня такая представительная делегация находится в стенах нашего университета. За 23 года Национальному университету Одесская юридическая академия удалось возродить сильную научную правовую школу и завоевать лидирующие позиции во многих всеукраинских и международных рейтингах. Вы знаете, действительно, много университетов может говорить о хорошем материально-техническом базе, о выкладывании складе, но я считаю, что ключевую отличность Одесская юридическая академия есть то, что тут есть какая-то большая идея. Вона не только освитная, эта идея, в первую очередь, она и духовная. Потому что, на самом деле, когда ты общаешься с выпускниками академии, ты общаешь их не только как профессионалов своей справки, а ты бачишь, что они как-то особистые. Это люди, которые действительно изменяют мир. Все, что можно сказать про вашего очередника, про первую особу университету. Знаете, когда есть какие-то проблемы на уровне министерства, и когда нужно с кем-то порадить, первым, которому звонишь, это Сергей Васильевич. Потому что сразу есть полноценное бачение той или иной проблемы, есть сразу какие-то ее решения, и взаимодействие есть наиболее. Но, действительно, то, что хочу сказать про очередника Одесской юридичности академии, знаете, в Украине есть такое красивое слово «газда» або «господар». Вот он – настоящий господар, он – человек своей справки. И вот тот великий дух академии, который живет на сегодняшний день в этих стенах, на величезную кількість процентов – это его особистая заслуга. Поэтому я не то, что уверен, я знаю, это абсолютно точно, с которой благодарность выпускники университета относятся до него, как до особистности и до университета, который дарит им путевку в життя. Украине, в край на сегодняшний день, нужны системные менеджеры, которые могут реализовывать большие проекты, то есть большие проектные менеджеры. И я взагалі вважаю, что Сергей Васильевич Кевалов как раз и есть тою людиною, которая умеет створювать, хочет створювать. И у него есть до этого, что на снага, он без этого жить не может. А все, что касается его проекта, как университета, школы, профессионально-технических закладов, я взагалі вважаю, что это как раз и есть вопрос этой системной ступеневой области. То есть профессионально-техническая освіта має забезпечувати одними кадрами, колледжи – іншими, высшая освіта – іншими, и це все має поєднатися в що? В систему. Але єдине, що можу сказати, поєднати це можуть тільки люди з глобальним баченням. Національний университет Одесська юридическая академія является признанным лідером в сфере высшого образования. Сегодня в юрокадемії обучается более 15 тисяч студентов, работает 2,5 тисячі преподавателей и сотрудников, 12 – член-корреспондентов Национальной академії правових наук Украины, более 1,5 тисячі профессоров, доцентов, докторов і кандидатов юридических наук. Каждая вторая монографія і каждый второй учебник выходят із стен юридической академії. Випускники университета по окончанию обучення получають не просто дипломи, но і гарантированне трудоустройство. Ми більше всього гордимся своїми випускниками, які сьогодні достойно займають свої місця во всіх органах господарської власні, в тому числі і в прокуратурі, і в поліції, і особливо в суді. Коли реформа проїзошла в судебній системі, наші преподавателі, які тут, 9 чоловік стали суддіюю Верховного суда. В вузі действують 5 специализированных советів по защите кандидатських і докторських диссертаций, що позволяє молодим людям идти по научной стезі і строїть успішну кар'єру в стенах родного вуза. Работа в академії – це вже неотємлива составляюча нашої життя, і наша академічна семія, наш колектив, действительно, созданий Сергею Васильовичем і під його руководством, є всі можливості для того, щоб розвиватися. І сьогодні академії 23 роки, і 22 із них я непосредственно связана с университетом, поскольку я со студентки юридического коледжа змогла поступить дальше в университет, закончить аспирантуру, дотарантуру, получить профессора. І на сьогоднішній день я проректор по учебной роботі. І действительно, я не знаю, що вуз, в якому дають стільки можливостей молодим кадрам для того, щоб розвиватися. І вуз, в якому настільки цінят наших учителей, які помогають нам становиться лучше і прославляти наш университет. Для мене цей праздник дуже душевний і дуже большой, тому що я тут проршов свою життя як студент. Со студенчайській скам'ї я перішов в аспиранты, отучившись в аспирантурі, преподавав на кафедрі уголовного права. Після цього була оказана честь Сергею Васильовичем Киваловим, президентом университета, і всім ученым советом. І мене избрали деканом. І вот сьогодні я своєму университету хочу пожелати тільки процветання, розвиття. І заходя в аудиторії, де я вижу багато горящих глаз, студентів, які в дальнішем, я абсолютно уверен, будуть і будущими генеральними прокурорами, міністрами юстиції, міністрами внутрінних дел. Стремление к знаниям, настойчивость і упорство. Такі качіства не тільки в професіональній сфере проявляють студенти вуза, но і в житні. Совсем недавно в одной із комнат общежития университета проїзошел пожар. Тільки благодаря слаженним действиям администрації і студенческого актива все були екстренно эвакуированы із здання. Четко зная, як нужно действовать в подобной ситуации, староста общежития Глеб Убрак і Алексей Мога проявили отвагу і решительність. В первые минуты возгорання юноши начали тушить пожар. Эти действия помогли не допустить дальнішого распространення огня на соседній комнаті і коридори. Те, що завжди відрісняє юридичну академію – це сила духа. Сила духа, починаючи від очільника академії, професорського викладальського складу, кожного студента, які працюють і роблять це для того, щоб академія процвітала і щоб вона була кращим юридичним вузом країни. А дійсно хочу просто під цю тезу з силу духу наградити грамотами, подяками Міністерства освіти і науки України Кубрика Гліба Олеговича і Моги Олексія Олеговича. Просто насправді хочу сказати, що це герої, це герої нашого часу, це герої, які не боялися втратити здоров'я, можливого життя, вони рятували свій вуз і вони достойні ваших самих ворхливих облесків. Мені, звісно, приємно, що мене так відзначив сам зубтики міністра, мені дуже приємно, і до цього мене наградив Сергій Васильович. Чесно, той момент, я не рахую себе, що я герой і рятувник, в той момент у мене була лише одна думка, як це можна запобігти всім, тому що як на як я старо загородовжитку, на свою відповідальність за студентів, для мене це вже п'ятий день народження, і коли я був на першому, другому, третім, чвертому курсах, це завжди було грандиозне свято, свято для цієї академії, для міста Одеси, і було надзвичайно приємно брати участь в цих заходах, сьогодні трошки така ситуація, і ми повинні під нею адаптуватися. Президент Одесской юридической академії Сергей Кивалов провел гостям екскурсию по вузу. Современный студенческий кампус, спортивная інфраструктура, крупнейшая в стране научная библиотека, которая насчитывает около миллиона наименований, а также имеет электронный доступ к литературе библиотек в любой точке мира. Особая гордость – стенды с авторскими учебниками преподавателей юрокадемії на іностранних языках і собрание всех решений Европейского суда по правам человека. Такого вы не увидите ни в одном другом вузе страны. Представители делегаций также побывали в музее редких изданий, где хранятся уникальные исторические экземпляры, фонд которых ежегодно пополняется. У нас в фонде находится порядка 20 тысяч экземпляров. Это время, я имею в виду оригинальное, середина 17 века по настоящий день. Видите, это Новый Завет, типография Кутенского монастыря. Это монастырь, поныне действующий, он находится на территории Белоруссии в падении реки Кутенки в Порше. Затем гости посетили музей оружия, пневматический и боевой тир, где проходят подготовку будущие правоохранители. «Именно вот эта модель специально делалась для финской войны, то есть забивали просто снегом сверху для того, чтобы охлаждать. Да, правильно вы говорите. Здесь у нас водяное охлаждение или снег, потому что по стволу, когда пуля идет, нагревается, даже вот Брестскую крепость, если мы помним, в начале войны воды не хватало, но охлаждать стволы нужно было обязательно. Это уже наши придумали защиту. «Я просто помню по истории, что были демонстрации против этого пулемета, считали, что оружие массового уничтожения, что человек не имеет права вообще использовать его». «Скорострельных 600-800 выстрелов в минуту». Представители делегации отметили высокий уровень развития университета и выразили теплые пожелания студентам и преподавателям юридической академии в день празднования 23-й годовщины основания вуза. «Насправді, вражения просто какие-то неймоверные, они переповнюють мою душу. Действительно, витаю всех, всех, профессорский-викладательский склад, всех студентов, всех працевников академии с днем народа. Потому что 23 лет – это очень большой уже строк для вуза, тем более в Украине. И я хочу сказать, что у академии есть абсолютно все для того, чтобы развиваться и быть лучшей юридической академией, не только в Украине, но и, как минимум, на европейском просторе. Поэтому давайте все-таки будем доводить свою работу, своим розумом, своими усилиями, что мы и кращи. И нам подвладно абсолютно любят задания». Сегодня в Одесской юракадемии также открыты факультеты журналистики, психологии, политологии и социологии, а также факультет кибербезопасности и информационных технологий. «Незважаючи на то, что в Украине, насправді, у нас не только в Украине, а в свете карантин, але свято, воно завжди залишается, в том числе день народження того навчального закладу, де працюю с задоволенням, величезный склад профессорский, де навчаются студенты, и даже сегодня приходят, чтобы приветствовать один одного. 23 лет академии, много или мало? 23 – это молодая человек, которая уже имеет участие, которая уже себя потихоньку реализовывает. Про академию можно сказать, что она впевно стоит на ногах. И когда сегодня говорят, что Одесская юридическая академия – это один из лучших навчальных закладов юридической освятии, я хочу сказать по-инакшому. И я тоже хотела, чтобы это так же звучало. Это один из лучших классических университетов. Там, где есть участие разных направлений. Для меня это уже девятий день народжения Альматора, который я с удовольствием святую в стены родных. Действительно, сейчас вся Украина переживает на самые простые часы, и университет также обязан подложить. Одесская юридическая академия – это уменьшенная копия нашей академии. Здесь получают образование юноши и девушки практически со всех уголков Украины. Успешно функционирует структурное подразделение университета. Наш вуз – один из самых сильных. Сегодня около 200 тысяч квадратных метров у нас недвижимости. У нас сегодня 8 общежитий. У нас сегодня филиалы и в Кривом Роге, и в Ивано-Франковске, и в Черновцах, и в Черкасах, и в Николаеве. И все эти филиалы наши успешно сегодня работают и развиваются. И я очень рад, что сегодня, ну вот они присоединились, я вижу на экране, они тоже участвуют. Від имени усіх студентов Национального университета Одесская юридическая академия, студентов из Киева, Миколаяева, Черкас, Чернівців, Ивано-Франківська, с Кривого Рогу та с Одессы, мы все вітаемо наш найріднейший, найкращий, найулюбленіший университет, лідер, справді, якісної освіти в Україні, з днем народження, з 23-х річчям. І, звичайно ж, хочемо побажати міцного здоров'я всім, хто в нас тут працює, всім, хто навчається, побажати процвітання, продовжувати йти далі, нога в ногу, з часом. Звичайно ж, побажати тільки успіхів нашому мудрому керівнику, президенту нашого университету Сергею Васильевичу Кивалову. І щоб з кожним роком було все більше і більше студентів, абітурієнтів, і звичайно ж, випускників справжніх нас, професіоналів своєї справи. Єжегодно Одеська Юрокадемія празднує свій день рождения зрелищним событием, которое с нетерпением ждали студенти вуза. Конкурс Міс Академія. Но в зв'язі з пандемією праздник красоты і талантов пришлось перенести на следующий год. Міс Академія і День Академія – це завжди остається з красотою, неимоверною кількостю девушек, які готовіться на протяжі долгого часу. Я помню ці дні підготовки к конкурсу, к своєму відповіді в 2018 році. І хочу пожелати девушкам дождатися цього праздника. Надіюся, що проведуть данний конкурс, але чуть-чуть попозже. Я дуже благодарна Сергію Васильовичу Кивалу за те, що він создав данний вуз, де студенти не тільки обучаються юридично, але і всесторонні розвиваються. Це підтримка в спорту, в різних хобби. Сергій Васильович завжди підтримується, розуміється. І я дуже благодарна, що він вкладає стільки сил, в речі в нас. Це дуже приємно. Национальний университет Одеська юридическая академія є членом Європейської ассоціальної університетів, Європейської організації публичного права, Ассоціальної европейських юридических факультетів і многих інших інженародних організацій. По прошествії 23 років Академія стала признанным лідером в сфере высшого образовання і є одним із самих успішних образовательних проєків України, задавая нові тенденції розвиття не тільки в юриспруденції, але й других спеціальностей. Впереди у многотысячного коллектива Одесской юридической академії нові достиження і победи.